Переходим к нашему последнему перед перерывом. У нас будет перерыв, между прочим, через один доклад и ровно на 15 минут. Поэтому дотерпите, если кому-то надо выйти, вы это сделаете в перерыв. Итак, Александр Граница, преподаватель кафедры фундаментальных основ клинической медицины, врач-психиатр, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, психолог. Под ваши бурные аплодисменты. Добрый день, уважаемые зрители. Я очень рад тому, что мне предстоит перед вами выступать. Я буду говорить о теме, которая наверняка вам широко известна, поскольку, судя по вашим вопросам, вы более чем просвещенная публика. Тема — это мировое информационное поле. Впервые я о ней услышал тогда, вернее, увидел, когда начал смотреть фильмы из серии «Людей Икс» в начале 2000-х. И один из главных героев, профессор Ксавье, с помощью специального устройства, мог усиливать свои мозговые волны, подсоединяясь к всему человечеству, объединяя их в единую психическую сеть. И как это часто делают магистранты, для того, чтобы составить вид обзора, я забил поисковик, и он выдал более чем 81 миллионов результатов по данной теме. И наиболее авторитетные источники представлены в первой десятке. И хотелось бы воспользоваться определением того, чтобы мы с вами могли хорошо вести диалог определением, которое я взял из одного из этих источников. Итак, все существующие на нашей планете объекты имеют собственное энергетическое поле и соответствующее ему излучение. Это излучение несет информацию о свойствах его обладателя, о его текущей жизни, о том, что с ним происходило, и даже некоторые утверждают, что это не ограничивается лишь текущей жизнью. И если сама авторитетность источника вас не убеждает, то позвольте с вами поделиться некоторыми наблюдениями. Итак, наблюдение первое — историческое. Известны примеры одновременных изобретений и открытий, когда люди практически незнакомы с друг другом, которые мало общались, но тем не менее приходят к каким-то одинаковым результатам в их исследовании. Конечно, мы могли бы это объяснить тем, что в этот момент в истории накапливается достаточно фактического материала для того, чтобы люди со сходным образом мысли и законов логики могли прийти к сходным результатам. Но тем не менее, если мы воспользуемся теорией мирового информационного поля, которая позволяет людям напрямую обмениваться информацией и мыслей, то этот аргумент звучит не менее убедительно. Если вас не убеждает это, то давайте подумаем. Если этот феномен настолько всеобъемлющ, что объединяет всю планету, неужели только какая-то горска ученых может свидетельствовать у него? Нет. Таких случаев, очевидно, должно быть больше. И о них хорошо известны в медицине. В частности, психиатры регистрированы такие симптомы. Симптомы открытости мысли, когда люди считают, что их мысли известны окружающим. Симптомы вложенных мыслей, когда пациент убежден, что в их мысли вкладывают кто-то другой. И симптом чтения мыслей, убеждения пациента, что он способен читать чужие мысли. Конечно, в современной науке доминирующая позиция в том, что есть некие генетические особенности, которые нарушают процессы обмена веществ головного мозга. И, конечно, большой фактический материал есть и в этой точке зрения. Но если мы воспользуемся нашей теорией информационного поля, то, может быть, у этих пациентов на фоне болезни возникает особая чувствительность к этим энергетическим полям, именно поэтому возникают такие симптомы. Но если мы с вами путем наших с вами рассуждений и можем прийти к какому-то консенсусу, то, может быть, стоит обратиться к более авторитетному мнению. И здесь мнения разделились. Итак, мнение первое. Видео номер один у меня не работает. Есть такая вещь, как информационное поле. И есть информационное поле для всей планеты. И есть что-то специфическое, как специфический участок памяти информационного поля. Есть живой природы, такой как трава, деревья, кусты. Как мы видим, несмотря на то, что есть убежденные сторонники, есть также убежденные скептики. Можно второе видео, пожалуйста? Она не просто информацию считывала. То, что говорят, информационное поле, как вилку подкнись. Я получил информацию. Это бред сивой кобылы. Никакого информационного поля нет. Это нормальное явление для науки, когда есть плюрализм мнений. Но есть и третья точка зрения, которая говорит, что лишь избранные особые люди способны подключаться к этому информационному полю. Другим людям это недоступно. Можно видео номер три? Я не думаю, что вы мне тоже. Есть все и неисчерпаемые богатства, а на Земле они исчерпаемые. И доступ к космическому банку имею только я, единственный представитель бриллиантовой расы на Земле. И если у вас какие-то проблемы именно с финансами, я могу обратиться к высшим богам. Как мы видим, однозначности точки зрения нет и у экспертов. Поэтому мы решили провести... Она не просто информацию. Поэтому мы решили провести собственные исследования. Для этого мы хотели бы поделиться с вами наблюдением четвертым, физическим. Известно, что в основе работы нервной системы лежит передача нервного импульса. То есть фактически это электрический ток. И когда мы залезли в научную литературу, изучили учебники по физике за восьмой класс, оказалось, что при течении электрического тока всегда возникает некое электромагнитное излучение. И современное устройство, современное оборудование, разумеется, позволяет нам регистрировать то, как меняется это электромагнитное поле. То есть фактически регистрировать мысли людей. И как раз таки это мы и назовем информационным полем. И здесь мне хотелось бы перейти уже к практическому аргументу. Примерно так эта картинка выглядит. Мы создали несколько прототипов устройств, которые работают в взаимодействии с этим информационным полем. И для демонстрации его мне потребуется ассистент. Если добровольцы зал, поднимите, пожалуйста, руку. Если можно, я девушку в первом ряду, ей ближе всех подходить в замечательном кремовом платье. Итак, мы хотели бы вам продемонстрировать несколько наших изобретений, аппаратов. Конечно, идея не нова. Ганс Бергер… Выходите, пожалуйста, на сцену. Ганс Бергер в 1928 году впервые получил запись. Это электромагнитное поле назвало его электроэнцефалограмма. Мы модифицировали и улучшили аппарат, и готовы его продемонстрировать в серии экспериментов. Итак, для начала, чтобы защититься от… Мирового информационного поля, если вы хотите что-то скрыть, я предлагаю воспользоваться таким замечательным аппаратом, называется инфраблокиратор. Модель номер третья. Первые две модели испытания провалили. Вот он у меня на голове, соответственно, вы не можете прочитать мои мысли. Давайте проверим это экспериментально. Хлопните, пожалуйста, в ладоши, те, кто считает, что знают, о чем я думаю. Я думал о большом белом слоне. Я уверен, что вы не угадали. Замечательно. А теперь сама вишенка на торте. То, как можно читать мысли людей. И для этого как раз-таки мне потребуется помощь моей замечательной ассистентке. Так, не волнуйтесь. Сейчас я переведу в рабочий режим свое устройство. Суть эксперимента будет состоять в том, что у меня будут завязаны глаза. Помогите мне, пожалуйста, с этим. И я не буду видеть то, что будет происходить на экране. У вас у всех будет возможность это видеть. Сейчас закроем так, чтобы я точно ничего не разглядел. Моя ассистентка, ее задача будет в том, чтобы смотреть на экран и активно концентрировать свое внимание на том, что происходит на экране, и, соответственно, думать об этом. А я буду улавливать ее образ. Проводите меня, пожалуйста, до плевчарта. Я буду рисовать те образы, которые будут возникать у нее в голове. Итак, я готов включить первый слайд. Он включился? Замечательно. Думайте, пожалуйста, будьте очень внимательны. Я не знаю, что там происходит в голове. По вашему хлопку я могу понять, угадал я или нет. Похлопайте, если я угадал. Замечательно. Я не знаю, что там заготовили в следующем рисунке. Так, вот, вот, концентрируйтесь, пожалуйста, не отвлекайтесь на то, что происходит в зале. Не волнуйтесь. Я понимаю, что выступать перед тысячной публикой это достаточно непросто. Так, где-то, по-моему, вот здесь вот, да? К сожалению, я не очень хорошо умею рисовать. Надеюсь, закрытыми глазами это у меня более-менее получилось похоже. Вхлопните, пожалуйста, в ладоши, если я оказался прав. Замечательно. К сожалению, у меня возникают только зрительные образы, поэтому мне очень тяжело понять, что же именно там нарисовано. Так, ну и последний слайд. Так, я надеюсь, что это не шутка организаторов. Я надеюсь, что я делаю все правильно. Какие-то два холмика. Я угадал? Замечательно. Спасибо большое. Проходите, пожалуйста, в зал. Замечательный ассистент. Ну да, наверное, относительно похоже. Как видите, практические эксперименты, они всегда в науке являются решающими. И, наверное, можем достаточно убедительно говорить о том, что мировое информационное поле — это та теория, которой стоит прислушаться, задуматься. Но самое главное, у нее есть несколько важных, наверное, общегуманных посылов. Это теория о том, что все мы едины, что все мы объединены, и что нам стоит с добротой и уважением относиться к нашим собратьям и сестрам по разуму. Или, как обратимся к классикам, все переплетено. Большое спасибо вам за внимание. Помните, что хорошие идеи в умные головы приходят одновременно. Ну, а заказы аппарата, в принципе, мы принимаем по электронному адресу. Александр, спасибо вам большое. Уважаемые зрители, у вас есть несколько вопросов о нашем Александре, тем более, что он продемонстрировал наглядно свое достижение, свою разработку. Итак, вопросы из зала. Пожалуйста. Есть ли они вообще или… А вы мысленно можете определить вопросы? Есть ли в зале? Вы понимаете, то есть это то, что требует тренировок, и поэтому нужен специальный аппарат. Я же не зря его тут изобрел. Нет, не надо. Пока что он не работает по беспроводной сети, то есть для этого нужен провод, но я думаю, мы будем работать над этим. Вы можете нам помочь, если вы на краудфандинге поддержите наше изобретение. Здравствуйте, здесь есть вопрос. Да, вот на балконе молодой человек. Здравствуйте. Да, сколько стоит такой замечательный аппарат, и где можно приобрести? Ну вот, слайд переключился. Я не буду убегать, вы меня сможете поймать в коридоре, и пожалуйста, обращайтесь, я лично ко мне. Все прайсы, прайслисты я, конечно, вам там продемонстрирую. Да, это не публичная аферта. Александр просто не сказал, не уточил, в каком коридоре его скайпе. А так продолжим еще вопросы. Чувствую, прям вот есть. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Вячеслав. Информационное поле, тире, энергия, тире, космос. Выразите, пожалуйста, свое отношение к этой цепочке с точки зрения банальной эрудиции. Можно еще раз? Повторите вопрос, вы говорили на одном языке. Да, я построил некую цепь, информационное поле, с которого вы начали, дальше энергия, согласно учебнику 8-9 класса, следующее. И космос с точки зрения парапсихологии, космоэнергетики. Выразите, пожалуйста, свое отношение. В данном случае, наверное, я больше апеллирую к авторитетным мнениям. Вы помните, в предыдущем видео в конце было сказано то, что в космосе нестерпаемые запасы всего. Но, к сожалению, подключаться к ней могут только избранные особые представители бриллиантовой расы. В данном случае я считаю свое мнение некомпетентным, он недостаточно экспертным для того, чтобы делать какие-то громкие заявления в этой замечательной цепочке. Возможно, стоит обратиться к автору предыдущего высказывания. Александр, я думаю, что если вопрос вам непонятный, его можно просто игнорировать. Ну что, еще давайте один-два вопроса, если можно. Здравствуйте, Ксения. У меня такой вопрос. Это Александр. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Взаимно. Есть ли альтернатива устройствам в народе, называемым шапочками из фольги, чтобы другие люди могли узнать… А что вы имеете в виду, извините? Что? Под шапочками из фольги вы что имеете в виду? Наш замечательный инфоблокиратор? Да. Есть ли альтернатива? Ну, альтернатива в основном — это возможность путать свои мысли. То есть если вы не хотите, чтобы другие мысли, чтобы другие люди читали ваши мысли, старайтесь их активно путать. Или не думать ни о чем. Будьте в своем же состоянии. Почему провалились прошлые модели? Провалились в основном из-за того, что они работали на электричестве, а здесь электричества нет вообще. Вы видели, там не загоралось ни одной лампочки. Спасибо. Между прочим. Ну что, наверное, последний вопрос, если он есть. Здравствуйте. Кто задает? А, вот на балконе. Здравствуйте, Александр. Меня зовут Юлия. В вашей презентации было сказано, что еще не до конца было определено, кто имеет доступ к информационному полю. Однако вы продаете устройство для подключения к нему. Значит, все-таки к нему можно подключиться любому желающему? Там были приведены экспертные заключения. И как раз таки это дало нам почву для дальнейших исследований разработок. Я достаточно скромен и не буду утверждать, что мы являемся первопроходцами и можем нести это в массы. Но я думаю, что в ближайшем будущем мы будем к этому способны, если вы поддержите наши дальнейшие разработки. Да, Александр, мы все поддержим ваши дальнейшие разработки. Тем более они, да, естественно, ноу-хау такое несут в массы. Есть что-то добавить? Да, я просто чувствую, что в зале есть еще множество вопросов, которые не были мне озвучены. Если можно, я попробую ответить мысленно, послать в зал ответы. Можно движением даже послать. Большое спасибо вам за внимание. Это был Александр Граница. Спасибо.